МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особое внимание ветеранам в эти дни посещают представители районных администраций. Перед 9 мая по традиции в их дворы приедет боевая ретро-техника, а волонтеры под окнами споют песни военных лет. Что еще известно о праздновании, расскажет Рамиль Шайдулин. До Дня Победы, как и до традиционного парада, а также праздничного концерта, здесь у стен Кребля на площади тысячелетия чуть более двух недель. Однако для казанцев и гостей столицы первые события начинаются уже со дня на день. Всего их будет около 140. Одним из самых ключевых станет открытие памятной стелы «Казань. Город трудовой доблести». Наша столица удостоена этого звания наряду с 18 российскими городами. Стелу установили у Северного вокзала. Откроют 4 мая. Именно в Казань все годы были эвакуированы более 70 заводов, фабрик, мануфактур со всей нашей необъятной родиной, преимущественно по железной дороге. По ней же уже на фронт отправлялись мясо, масло, яйца, теплые вещи. Все то, что люди собирали в тылу ради нашей общей победы. Поэтому символично, что стелу откроют именно у железнодорожного вокзала. Также в этот день в городе запланировано республиканское мероприятие, посвященное 78-й годовщине победы. Ветеранов со всей республики пригласят на концерт театр оперы и балета. Еще раньше, 28 апреля, в Казани, в ДК имени Ленина пройдет городской творческий фестиваль «Наследники Великой Победы». На мероприятие приглашены ветераны, труженики тыла. Для них выступят творческие коллективы, сводный хор обучающихся детских школ искусств. Ко дню Победы во дворы домов, где живут ветераны, приедет историческая военная техника. Для них театрализованные представления от молодежи и артистов. Продолжится и акция «Окна Победы». Я прошу глав районных администраций держать на личном контроле не только поздравления ветеранов, но и все их вопросы, все просьбы, чтобы не только в праздничном мероприятии, но и в целом чутко реагировать на все их запросы. Состоится и бессмертный полк, правда, в другом формате. Разместить портрет и историю родственника можно будет на одежде, значке, автомобиле или на сайте акции. Даже несмотря на то, что в рамках бессмертного полка в этом году не будет традиционного шествия, настроение в городе ко дню Победы, по словам организаторов, будет не менее праздничным. Так для этого уже завтра волонтеры начнут раздавать горожанам и гостям города одни из символов Победы вот такие георгиевские ленточки. Ежегодная акция стартует у памятника Шаляпину и продолжится в парках и скверах города вплоть до 9 мая. Это важный символ доблести наших ветеранов, тех, кто сегодня еще с нами, тех, кого уже нет. Это важное памятное событие для всех. Основные мероприятия на площади Тысячелетия. В 10 утра парад войск Казанского гарнизона. Маршем пройдут военнослужащие, курсанты, кадеты и юнормейцы. В парке Победы в полдень фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы». На Баумана своя интерактивная программа. Вечером масштабный концерт и салют. Трансляцию «Основные торжества» смотрите в прямом эфире на нашем телеканале. Рамин Шайдуль, Навин Филатов, ТНВ, Казань. В этот четверг, 27 апреля, по всей стране напишут диктант Победы. К акции пересоединиться и Татарстан. В этом году в республике она пройдет как никогда масштабно на 198 площадках. К школам присоединятся вузы, предприятия, заводы и музеи. Главная площадка – национальная библиотека. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, связанных с историей войны, ее героями и Днем Победы. На решение 45 минут. В прошлом году в Татарстане свои знания о событиях Великой Отечественной проверили больше 12 тысяч человек. Прийти на площадки может любой желающий. Также диктант можно написать онлайн. Инициатором проекта «Историческая память» стала «Единая Россия». Всероссийская акция проходит с 2019 года. Начиная от школьной программы, и есть действительно по тем, которые сейчас открываются в рамках растирки и архивов НКВД, в рамках работы в открытии тех фондов, которые на сегодняшний день не открыты, вот как мы в Минске были. Они ведут эту работу, но вот еще продолжают, значит, сколько татар сражалось и погибло у белорусских партизан. Сегодня в Казани, Нижнекамске и Альметьевске завершается отопительный сезон. Постановления были подписаны в исполкомах городов. Традиционно тепло отключают с наступлением устойчивых положительных температур воздуха. В случае резких похолоданий ответственные структуры должны будут обеспечить работу систем центрального отопления. В первую очередь тепло дадут в детсады, больницы и поликлиники. Лишь в социальных учреждениях Нижнекамска отопление не отключат до начала мая. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил мэр города Рамиль Мулин. Он также обратил внимание на проблему износа инженерных сетей. Управляющим компаниям Нижнекамска Мулин поручил провести полную ревизию и отремонтировать проблемные участки из резервных средств. Система инженерной инфраструктуры у нас достаточно сложная. Я сразу скажу, что это не прихоть, что, к сожалению, в течение зимы мы очень много раз отключали теплую воду, горячую воду и отопление. Это, к сожалению, износ сетей, которые требуют очень серьезной модернизации. Мы в этом направлении двигаемся, прорабатываем разные варианты включения в федеральную программу. Сегодня глава Альметьевского района Тимур Нагуманов подверг критике работу дорожников. После зимы некачественно отремонтировали велодорожки, тротуары и неправильно нанесли разметку на проезжей части. Он потребовал исправить ситуацию до 9 мая и обещал пересадить всех ответственных чиновников на велосипеды, чтобы они на себе прочувствовали и увидели все недостатки дорожного ремонта. В этом году, да, ситуация немного лучше. Но вот объективно, если смотреть по городу, если перемещаешься, лучше ситуация немного, чем в прошлом году. Но далека она от идеала. И самое главное, есть объекты, которые длительное время находятся в неудовлетворительном состоянии. На велике давно никто не ездил на взвод, да, похоже? Ильдар, тебе, похоже, тоже придется на велосипед садиться. Потихоньку. Давай, этот, садись, серьезно, вон с коллегой. Проезжайте, смотрите. 25 тысяч казанцев приняли участие в общегородском субботнике. Это в два раза меньше, чем годом ранее. Тем не менее, город стал заметно чище, заявили сегодня в мэрии. На уборку вышли школьники, студенты, рабочие, сотрудники Министерства и ведомств. Собрали 10 тысяч кубометров мусора. В порядок привели 100 городских территорий. Ликвидировали 9 несанкционированных свалок. Особое внимание уделили уборке прибрежных зон, парков, скверов и лесополос. Это Горкинский, Амитевский лес, парк имени Горького, Победы. Сегодня в мэрии отметили, субботники продолжатся. Мы не останавливаемся на субботнике. У нас впереди еще до конца двух месяцев и целый месяц. Поэтому силы на подрядных организациях, силы на предприятиях, управляющих компаниях. Продолжаем наводить лоск, наводить чистоту в городе. Есть места, где еще и после субботника не до конца вывезли мешки. Хочется отметить, что такие мероприятия, как субботник, всегда напоминают нам и жителям, как важно соблюдать чистоту в городе. Мы благодарим каждого, кто нашел возможность и уделил свое время очистке городских территорий. Вместе мы сделали большое дело. В Нижнекамске появится первая кедровая роща. 800 саженцев высадили в парке семья вместо вырубленных ранее нездоровых деревьев. Экоакция прошла в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел Сибура». Как правильно сажать и поливать саженцы кедра участникам акции показывает руководитель кедрового питомника. Молодые деревья сажают в парке семья. Дмитрий Телицын всегда с большим желанием участвует в экологических акциях. На этот раз взял с собой сына. Когда маленький Костя вырастет, сможет с гордостью рассказывать, что сажал эти деревья сам. Кедры появились здесь благодаря лесоклиматической программе «Сибура – зеленая формула». В прошлом году уже высадили миллион деревьев в шести регионах страны. Это наш клад в решение задач по воспроизводству лесов. Кроме этого, мы развиваем научную базу. Мы работаем как со школьными лесничествами «Сибура», так и с вами действуем с двумя полигонами в Тюменской и Воронежской области. Мы обязательно во все наши акции привлекаем местных жителей, наших сотрудников, компаний, потому что нам очень кажется важным давать вот этот позитивный, хороший вклад в изменение территории. В прошлом году мы с вами дружно высадили 114 тысяч деревьев. В этом году продолжаем эту акцию. Вот этот участок, наверное, он очень символичен. В акции приняли участие сотрудники «Сибура» и горожане целыми семьями – экологи Нижнекамска, а также ребята из школьного лесничества «Лесные братья». Участники инклюзивного проекта «Вместе с мамой» – всего более 150 участников акции. Это будет первая кедровая аллея в Нижнекамске. Мы, в свою очередь, тоже решили внести свой вклад. Первые шишки на этих метровых саженцах появятся уже через 10 лет. На двух гектарах высадили 800 саженцев. Еще одна часть деревьев разместилась возле городской соборной мечети. И совсем не случайно выбор пал на кедр. Он интенсивно поглощает выбросы углекислого газа и очищает воздух, отмечают специалисты. Те деревья, которые здесь были вырублены – это был засохший клен, тополя перестойные, гнилые уже. То есть идет обновление парка. Это необходимо, это нужно. Это парк для нас очень символичный. Что в дальнейшем мы планируем здесь экологические тропы сделать. Потому что очень большая поддержка со стороны наших промышленников, в частности Сибора. Сибор в партнерстве с городом в этом году планирует высадить около 400 тысяч деревьев с высокой интенсивностью поглощения парниковых газов. Совсем скоро Нижнекамск украсят молодые дубы, кедры, рябины и сосны. Гульнара Мениханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Республики вернули доковидную квоту на паломничество в Мекку. Но хадж-туры для татарстанцев подорожали в два раза. С чем это связано, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Мениханов с рабочим визитом находится в Узбекистане. Сегодня первый деловой день. Райс Республики встретился с премьер-министром Узбекистана Абдулло Ариповым. А также принял участие в открытии технопарка в городе Джизак. Это уже второй объект за последние два года, построенный совместно. В Узбекистане созданы самые благоприятные условия для развития татарстанского и российского бизнеса. В этом заслуга президентов наших государств. Мы высоко ценим возможность развития сотрудничества. Так Рустам Мениханов оценил российско-узбекистанские отношения. Детальнее Рамиль Шайдулин. Там мы для домашнего использования от 7 до 150 кВт, упускающая зарядная станция, наше зеленодольское предприятие. Здесь не боятся нового и открытых инноваций. Это доказывает и оборудование, и ассортимент продукции. Татарстана – узбекистанский технопарк Джизак. Место, где будут работать компании из зарубежных стран. Мы изводим строчепленку для упаковки. Упаковка сырье мы покупаем в Сибурск. Аграрный город Джизак шаг за шагом становится промышленным центром Узбекистана. Здесь машиностроение, развивается текстильная, пищевая, строительная, химическая промышленность, IT-технологии. В марте прошлого года в Ташкентской области открыли химико-индустриальный технопарк Черчик. Общий проект Татарстана и Узбекистана. Уже сегодня новый объект – технопарк в Джизаке. Благодаря нашим узбекским партнерам здесь созданы самые многоприятные условия для развития татарстанского и российского бизнеса. Уверен, компания, которая приняла решение о развлечении технопарка в Джизаке, ждет успех. Хочу поздравить всех нас с сегодняшним знаменательным событием. Здесь разместятся не менее 36 компаний-резидентов. Будет создано 1100 рабочих мест. Инвестиции – 60 миллионов долларов. Вы имеете в виду, что это и второй парк, который сегодня представил свой потенциал. Мы увидим через год хорошие результаты в виде рабочих мест, инвестиций. Решение о строительстве нового технопарка прошлой осенью принималось на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность между Рустамом Минихановым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На открытии присутствовал премьер Абдулла Арипов. Сегодня на официальной встрече уже теплое приветствие показывает республики. Связывает больше, чем просто деловые отношения. Кремль рад нашей очередной встрече. В пользу случаем я хотел бы вас поздравить с священным праздником Ураза-Байрама. С Узбекистаном Татарстан связывает прочные культурные связи. В стране проживают более 300 тысяч татар. В Казани обучаются более 4 тысяч студентов из Узбекистана. Год от года растут и экономические показатели. Так, по итогам прошлого года товарооборот превысил 290 миллионов долларов. А это уже уникальный в своем роде центр медицинского образования, который недавно открылся в филиале КФУ. Напомним, филиал КФУ в Джизаке был открыт в октябре прошлого года и с первых дней там готовят кадры в сфере экономики, геологии, журналистики, программного инжиниринга и многих других передовых специальностей с учетом опыта казанских преподавателей. Центр уникален тем, что студенты-медики отрабатывают навыки в условиях симуляции. Как бы это было при реальной операции помогать высокотехнологичное оборудование. Можно кожу убрать, смотреть мышцы. Да, да, да. Стороны отметили, возможностей для сотрудничества Узбекистана и Татарстана еще много. Наиболее перспективные направления – энергетика, автомобили и вертолетостроение, газомоторное топливо и сельское хозяйство. Представители двух республик смогут обсудить это подробнее. Сегодня в Ташкенте стартовала промышленная выставка Иннопром. Татарстан представляет 70 компаний. Рамиль Шайдулин, Давид Абдулин, ТНВ, Узбекистан. Рустам Миниханов встретился с Шавкатом Мирзиёевым. Он поблагодарил президента Узбекистана за личную поддержку всех проектов республики, реализуемых здесь. Шавкат Мирзиёев отметил их успешность. Рустам Миниханов остановился на теме взаимодействия России с мусульманскими странами. В этом году решением президента страны Владимира Путина Международный экономический форум России «Исламский мир» «Казанфорум» носит федеральный статус. Раиса Татарстана пригласил делегацию Узбекистана посетить его. Задачи, которые поставил уважаемый президент, в части создание индустриальных площадок на ВАИ и в Бухаре. Почему это получается? Потому что отношения наших руководителей, они позволяют нам присутствовать здесь полноценно и работать. Второе, огромное желание наших партнеров из Узбекистана изменить страну, создать новые рабочие места, дать хорошее образование. 20 тысяч георгиевских лент, флаги России и Татарстана, а также 100 тонн гуманитарного груза отправятся из Казани в Лисичанск. Здесь и продукты, стройматериалы, средства бытовой химии, все, что нужно, чтобы наладить быт. В сборе гуманитарного груза активное участие приняли молодогвардейцы. Семеро ребят будут сопровождать колонну до места назначения. В Лисичанске они проведут патриотические акции, также посетят город Краснодон в ЛНР. Именно там в годы Великой Отечественной войны и зародилось движение «Молодая гвардия». И находится музей, посвященный подвигу юных молодогвардейцев времен войны, которые обязательно посетят уже их потомки. Колонна из шести большегрузов тронется в путь уже завтра. Поставили себе цель расширять, скажем так, наши задачи, наше присутствие в городе Лисичанске, не ограничиваясь только доставкой гуманитарных грузов, но и переходить уже к ряду социальных проектов. Будем раздавать георгиевские ленты, памятки о том, как правильно носить георгиевские ленты, что вообще символизирует цвета, которые изображены. И будем раздавать газету «Правда», точнее копию газеты «Правда», в которой содержится информация о победе Советского Союза над немецко-фашистскими нашими захватчиками. До миллиона рублей увеличили размер государственной премии имени Габдуллы Тука. Указ сегодня подписал Рустам Мениханов. Ранее лауреаты получали 500 тысяч рублей. Размер премии не менялся в 8 лет. Церемония награждения состоится в День родного языка, 26 апреля. В этом году на премию претендует 13 человек и творческих коллективов. Масштабное событие для татар всего мира сегодня началось в Казани. В столице республики проходит Всемирный съезд татарских женщин. Он объединил общественниц, говорящих на языке Тукая, из 50 регионов России и 11 зарубежных стран. Форум проводится раз в 4 года. Собираются, чтобы обсудить, как сберечь язык, традиции и уникальную культуру народа. Насколько востребован татарский код в женском мире, расскажет Рамиль Галиолин. Точки проживания татар на карте мира разбросаны, словно узоры на женском калфаке. Народ, рассыпанный по земле, вновь по традиции собирается в Казани. Гости проделали сотни километров, чтобы вновь увидеться с родными людьми. Живописи, одежда, украшения и головные уборы. Начался съезд самой красивой части. Гостей встречает выставка, совмещенная с национальной концертной программой. Оренбургские мастерицы привезли пуховые платки. Вот уже 4 поколения, семья Альбина Абсалямовой, передает секрет создания татарских шалей. Мы единственная фабрика в России, оренбургские пуховницы, у которых полный цикл производства. От козы до готового изделия. Поэтому соблюдаются все технологии, которые давно забыты и, конечно же, более современные. Елдас Мухаммадиева из Мамадыша научит любую вписать национальное в повседневное. Уже много лет женщина создает подушки с татарским колоритом. Наш татарский народ, он любил вышивать. Женщины вышивали, они украшали свой дом. И многие вышивали именно тамбурной вышивкой. Здесь я вот, света они любили. Здесь я в основном изобразила полевые светы. На съезд приехали больше 500 женщин-делегатов из полсотни регионов России и 11 стран. У нас очень большая диаспора. Сабантуи, праздник Сабантуи справляем. Также разные встречи, пикники делаем. Завязать знакомство с кем-то, чтобы потом можно было общаться, чтобы к нам приезжали, чтобы мы могли съездить. Хотим обучаться и детей на татарский, вот тоже в дальнейшем обучать. Все-то селью и приехали. Эти вопросы в центре внимания и на пленарном заседании. В зале общественники, артисты, деятели культуры обсуждают, как укрепить национальное самосознание. Например, в Волгоградской области проживает больше 100 тысяч татар. Но родной язык знают далеко не все, отмечает Гузель Иванова. Не хватает литературы, не продолжают традиции и в самих семьях. У нас в садиках есть группы татарского языка. Но опять ведь проблема в том, что в группах дети татарча-селяша, а домой приходят, бывает брак интернациональный. И не так много разговоров на татарском языке. В основном у нас передают татарский язык бабушке и дедушке. Съезд продлится два дня. Завтра гостей познакомят с работой частных школ, поделятся методиками национального образования в КФУ. Завершится форум 26 апреля, в день рождения Габдулы Тукая. Рамиль Галиулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Завершился священный месяц Рамазан. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Айда Татарстан» мы расскажем об одной из важных традиций в исламе, об Уфтаре. Это вечерний прием пищи у мусульман в месяц поста. 29 дней длилось в этом году уроза. Именно в месяц строжайшего поста принято встречать гостей. И здесь есть свои особенности. Алия Хайрудинова отправилась в татарскую деревню и увидела, как сохраняют исконные традиции. Минев Алиевой 90. Со снохой Гульгиной Ханум живут больше 30 лет. Говорит, что секрет вкусного блюда в молитве. Особенно, если готовишь на Ифтар. Ифтар – вечерний прием пищи у мусульман во время месяца Рамазан. Разговения начинаются сразу после захода солнца. Обычно пост прерывают финиками или водой. В Рамазан мусульмане стараются готовить лучшие блюда своей национальной кухни. Они должны быть сытными и легкими. Без губодии точно не обойтись, говорят в Алиевы. Традиционный многослойный пирог татары готовят из дрожжевого теста, риса, изюма и курта. Уразу всегда держали и в тары проводили. Тогда мечети не было. Наши родители на Гаэд ходили на кладбище. Там поминали усопших. К столу старались подавать самое вкусное. Я паштеты пекла. Очень пышные получались. Блюдо, которое сделано своими руками, это совсем другое. Это чтобы наши дети знали, как это делается. Десять лет назад жители отметили 500-летие со дня основания села Наласа. Значит, оно уже существовало в период расцвета Казанского ханства. Тогда местные занимались земледелием, были верующими. Современная мечеть появилась здесь лишь четверть века назад. Говорят, в царские времена их было две. В 30-е годы 20-го века спилили минареты и превратили в школы. Сейчас в Наласе проживают около 700 человек. Мечеть никогда не пустует, говорит имам. Проводят здесь и коллективные ифтары. Я сам помню, когда был маленьким, как мои родители приглашали гостей на ифтар. Об этом громко никто не говорил. Все было скрытно. Но так было в каждом доме. У нас тоже дед учил, отец учил, как все делать, как быть. И вот наших жен тоже мать, бабушку учат. Ну, я думаю, это правильно, так и должно быть. Вот так быстро, не отрывая нож от доски, молодая сноха Игуль Валиева справляется еще с одним блюдом – домашней лапшой. Бульон с ней получается наваристым и по-домашнему вкусным. У каждой хозяйки свой секрет хорошего теста для домашней лапши. Главное, оно должно получиться плотным, не липнуть к рукам. Его раскатывают в тонкий круглый пласт и режут полосками. Мы татары, и мы должны сохранить наши традиции и донести их до наших детей. Потому что и язык, и традиции живут до тех пор, пока их продолжают. Солнце садится, вечерний намаз завершен. Обычно в мечеть ходят только мужчины. А вот женщины молитвы читают дома. На ифтар традиционно приглашают пожилую женщину, а быстай. И свои молитвы она завершает вагазом. Это своего рода наставление и обращение ко Всевышнему. Столы накрыты, гости собрались. В доме Валиевых звучат суры Корана. По традиции мужчины располагаются с одной стороны стола, женщины с другой. На стол обязательно ставят соль, хлеб, сухофрукты. Это первое, что пробуют постящиеся. Считается, что так желудок начинает лучше работать. В теплой атмосфере мы собираемся. За столом чай пить, губадье. Слава Аллаху, у нас маме сегодня 90 лет, она жива, здорова. Это для нас очень большое счастье. Месяц Рамазан, время сближения. Мусульмане и приглашают гостей, и сами ходят в гости. За столом вместе сразу четыре поколения. Алия Харудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Арский район. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. Сейчас передаю слово моей коллеге Аделине Зарифовой. Она расскажет о погоде на завтра. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Лента поздравляет с праздником Ураза Байрам. С 14 по 24 апреля. Чак-чак, Тамле, Халяль, 300 граммов, 89 рублей. Во всех магазинах и с доставкой. Экстрит программа на кране в Казанском цирке. Не знаете, где списать бонусы Сберспасиба? Конечно, в аптеках Фармленд. Свершилось! Теперь бонусы Сберспасиба можно обменивать на скидки в аптеках Фармленд. Покупки стали еще выгодней. Дома у сада. Новый квартал сад от Акбарсдом. Жить, чтобы мечтать и создавать. Акбарсдом. Дом там, где мы. Иногда жизнь ограничивает тебя. Ставит в определенные рамки. Но все это только ради того, чтобы сделать твой путь безопасным. Для борьбы с вредителями. АЛЛАТАР. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР. Оцените премиальные внедорожники «Эксид». Пройдите тест-драйв в «Эксид-центре РРТ». Только в апреле. В «Эксид-центре РРТ» автомобиль «Эксид» с преимуществом до 1 миллиона рублей. Подробности на Чуйково 54Б. Звоните 207-0080. Здравствуйте. Если судить по температурному фону, в наши края раньше времени пришло настоящее лето. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Бугульме, Бавлах и Ознакаево набегут облака, но преимущественно без осадков. Ночью 8 градусов тепла, днем температура достигнет 22 градусов выше нуля. В набережных Челнах, Нижнекамские лабуги, переменная облачность. В ночное время около 8 тепла, днем температура повысится до 21 градуса со знаком «плюс». К вечеру местами ожидаются дожди. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши к вечеру также ожидаются небольшие дожди. Днем переменная облачность, тепло и 22 градуса выше нуля. В Арске, Кухмаре и Балтаси преимущественно без осадков. Ночью около 8 тепла, днем воздух прогреется до плюс 22. В Болгаре, Доржаном и Буинске уже в первой половине дня ожидаются дожди. К вечеру усилится. Температура ночью до 7 тепла, днем около 18. В Альметьевске чистые поли Мамадыши иная картина, малооблачно. А осадки, возможно, лишь ближе к ночи. Ожидаемая температура ночью около 8 тепла, днем потеплеет до 22 градусов выше нуля. В среду повсеместно пройдут дожди разной интенсивности. Температурный фон станет ниже. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Субтитры сделал DimaTorzok В Казани в предстоящие сутки ожидается переменная облачность. Ближе к вечеру местами дожди. Ночью до 9 градусов тепла, днем потеплеет до 21 градуса выше нуля. Ветер южный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха около 39%. Магнитное поле Земли нестабильно. Берегите свое здоровье. Близится окончание второго весеннего месяца. И май вот-вот распахнет свои двери. А мы с нетерпением ждем стабильного температурного фона и желаем вам продуктивной недели. В студии была Аделина Зарифова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова